Приветствую вас. Ну, возможно, вы читали или даже смотрели, там, Путин давал пресс-конференцию. Брежнев. Брежнев. Чистейший. Чистейший. Нет, да не по бежевому виду. Все то же самое. Засланы казачки, засланы вопросы, ответы. Полнейше бредятен. Полнейший. Ну, Брежнев. Брежнев тоже так. Он давал ответы на вопросы корреспондента газеты «Правда». Красиво, красиво. И не только «Правда». Даже на американском изнании. Ну, понятное дело, что, вы сами понимаете, ничего не давал. То есть, вопросы были согласованы, ответы тоже примитившие. Ну, знаете, я понимаю, что вы сказали, ну, как же? Отвечаю, учитесь читать между строками. Ну, серьезно. Нет, ну, сейчас Россия – это СССР. В СССР все умели читать между строками. Потому что, ну, неужели, думаете, Брежнев хоть раз стал сказать «Пацаны, у нас все плохо». А вы что? Ура, 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 ура. Вся страна стоит в очередях, он рассказывает, как растет уровень жизни советских людей. Берзавец, одно слово, понятно. Может, Брежнев, что вы хотите. Так сказать, русский царь, но член Комиссийской партии. Ну, это немножко другой сейчас Путин. Смотрите, если читать между строками, я понимаю, что молодежь не умеет. Люди моего возраста шикарно это умеют делать. Но учились, к сожалению. Да, Путин проиграл полностью. Полностью. Все выступление, видно, что. Во-первых, очень, очень, очень паникует. Ну, видно, видно сильно. То есть, чтобы вы правильно поняли, там бедный оператор, бедный, несчастный. Ну, чтобы сделать красивую картинку, очень рисовали, очень. Там стокло. Заметно, заметно. Очень сильно. Плюс ко всему, несмотря на то, что вырезан, зализан, ну, вы понимаете, там, вопрос, ответ, и все. И то он плавает, колоссально плавает. Ужас. Ну, и действительно, скажем так, ну, то, что много раз, да вы сами догадываетесь. Ему нужна картинка победы. Ее нет. По этой причине он начинает, там, вот, народ Донбасса, там, Америка, так, Украина. Ну, это проиграл полностью. Ну, картинка, по-моему, сейчас он мучается, какую картинку. Как придумать, как преподнести для толпы, не для народа России, для толпы, которые проживают в России, победа. А иначе нельзя. Ну, он же царь, он же инсек на победу. Ну, не может сказать, ну, пацаны, ну, проиграл. Я говорю, ну, представьте, ну, не мог Брежнев сказать, что мы вляпались в Афганистане. Не мог, хотя все понимали, что вляпались. Ну, не мог. Он всегда рассказывал. Ура! Такая, так, то же самое, я говорю, то же самое, вот, бог свидетель, бог свидетель. Ну, вы знаете, чем закончится Афганистан для Советского Союза, знай. Но ни разу, ни разу Брежнев даже пал славы не сказал, что есть проблемы. Ни разу. Всегда хорошо, всегда победа. Причем, все, все по плану, все хорошо. Казалось, врал? Врал, конечно, врал. Нет, конечно, он сам. Путин тоже сам. Конечно, знает, что не по плану, не все как есть. Но признать поражение, ну, что вы. Так что, вот такая вот ситуация, такой нюанс. А вы что думали? Еще раз говорю, Брежнев. Помните, чем Брежнев закончил? А после Брежнева помните? А развал СССР помните? Это почти не говорю, доведет. Ну, действительно, доведет до развала России. Серьезно. Не, не потому. Просто, понимаете, вот это вот все доходит до того, что тогда местный клан говорит, пошел ты. Мы тут сам из-за главного. И уже ничего не поможет. Не, даже истерика. Да, 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 да. Не работает. Так что, такой вот нюанс. Ну, а вы тут сейчас напишите комментарии грозные. Почувствую. Давайте пока. Ну, еще же, вы знаете, что YouTube хотят России запретить. Да. Почему? Чтобы правда глаза не резать. Ну, честное слово, ребята. Вот правда глаза режут, поэтому хотят запретить. Отдогонялся.